В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев, а будем мы говорить на такую тему, которую, возможно, кто-то назовет конспирологической. Однако мы предварительно побеседовали с уважаемым профессором, и он мне сказал, что для вот этой версии, которую я сейчас озвучу, есть основания. Сергей Вячеславович Савельев в одном из интервью нашему каналу говорил о том, как эволюция питания оказалась способной повлиять на эволюцию мозга. Отсюда вопрос. А что если мировые силы, великие большие корпорации, мировые элиты, имеющие контроль над массовым производством продуктов питания, уже сейчас имеют в своих руках инструмент направленной эволюции? И они способны, по крайней мере, потенциально корректировать эволюцию человека по собственной воле, по собственному желанию. Это версия. Мы ничего не утверждаем. Я, по крайней мере. А вопросы буду задавать господину Савельеву. Сергей Вячеславович, давайте мы сначала так построим передачу. Уместно ли ставить вопрос вообще о том, эволюция человека продолжается или нет? Ведь мы же знаем, в советские времена, я сам читал книги, где написано, так или иначе говорилось, что, в общем, эволюция человеческая закончилась, биологическая, только социальная эволюция. И если это так, тогда мой вопрос вообще бессмыслен. Как это может быть, коррекция эволюции, если самой эволюции нет? Но вот ваше мнение, есть ли эволюция человека сейчас? Да, она продолжается, и она продолжается намного интенсивнее, чем была раньше. Дело в том, что не замечали эту эволюцию, ну, в первую очередь, разные антрополухи, социологи, которые занимались всякими процессами, и для которых отрезок времени, то есть неосознаваемый в эволюции человек, то есть они плохо понимали, о чем рассуждают. До сих пор недавно умер очень известный антрополог в Санкт-Петербурге, классик, жанр. Он просто в своих книгах, в том числе в последние 14-го года, в одной из последних, писал о том, что все закончилось там 100 тысяч лет назад. Некоторые говорят, 50 тысяч лет назад и так далее. Это все неправда абсолютно. Почему? Потому что изменение длины костей, формы черепа и всего остального, во-первых, продолжается. Ну, например, там в Европе долгое время были такие доли хацефалические, то есть даже по черепам. Сейчас более округлые. Это много таких исследований. Но самое главное происходит с человеком, естественно, не в соматологии, то есть не в костях, не в мышцах, не в форме черепа, а в мозге. Потому что эволюционный процесс, в первую очередь, действует на мозг, на поведение. И отбор идет всю социальную историю человечества именно по поведению. Ну, один краткий пример, который я приводил в своей книге «Церебральный сортинг», это европейские внутренние крестовые походы. Кто не сдавал деньги на религиозные развлечения, там десятину, туда отправляли внутриевропейский крестовый поход, ну и там вырезали от 60 до 80% населения, и остальные дружно начинали платить десятину. Вопрос не в том, кого вырезали, вопрос в том, кто остался. Остались в Европе после таких набегов своих же соседей, естественно, самые подлые, самые гнусные предатели, которые хотели поживиться за счет соседей, которые предавали, лицемерно выполняли некие обрядовые формы для того, чтобы сохранить свою жизнь, и в результате Европа на протяжении тысячелетия там отбиралась по отрицательному типу, то есть отрицательный типы, наиболее лживые, подлые, хитрые, предатели и так далее, и так далее. Для них нет никаких моральных критериев, кроме биологического выживания и процветания. Вот вам, пожалуйста, эволюционный отбор, снаружи он виден? Да и нет, не виден. Я не говорю тебе случаи, когда там испанская система, когда отдельных выдающихся молодых людей в семье, там же была система, старшему сыну все оставалось, а остальные чего? Детей было много, сапоги, шпагу. Кота. Кота, да, и в южные страны золото добывать. В результате что в Испании остались? Одни такие кривоногие, лохматые граждане, которые появлялись из прислуги. Почему? Потому что лучших были уничтожены в Южной Америке, в Африке, в поисках за золотом. Лучшую часть своей страны они просто извели. А может быть, они не были уничтожены, а оставили потомков, которых мы видим. Мексиканцы, например, неруанцы. Ну что вы, ну статистику ввели, и там на Фиджи те же самые посылали корабли, там через два года новая партия этих «Идальго» приезжает, с саблями, а там от предыдущих осталось 3%. Как же тогда объяснить то, что антропологически изменили жители Мексики очень сильно? Ну там много кто намешался, хотя тоже, да, у них там, конечно, смешивались. Девушек-то с сапогами и шпагами не посылали, поэтому надо было где-то разыскивать. Использовали под местный материал. То есть гены всё-таки не пропали, они передались другим народам. Да, я боюсь, что только не очень с большими результатами, как мы видим по Южной Америке. Но это так к слову. То есть процесс эволюционный идёт, и идёт отбор по мозгу очень интенсивно. Если брать более глубокий отрезок, то то, о чём мы с вами говорили в прошлый раз, то принципиальные события были связаны с умением обрабатывать пищу. Как только стали её обрабатывать на огне, энергетическая ценность выросла. Де-факто, да? Де-факто, да. Потом, когда научились варить, то есть обрабатывать сначала камневары и прочее, потом и глиняная посуда, резкий скачок, то есть энергетическая выгода оказалась так высока, что можно было начать пользоваться мозгом. Потому что энергия, которую тратит мозг, она самая большая, в организме я повторяться не буду, самая затратная система. Но без внешнего пищеварения, то есть без кулинарии, мозг содержать практически невозможно. Поэтому там сыроеды, они, как известно, особым блеском ума не отличаются. Сергей Вячеславович, на секундочку прерву. Уважаемые зрители, вот полностью вот эту тему, насколько были тогда рамки эфира, мы разобрали в эфире под названием «Самое важное событие в истории эволюции». Это примерно так называется. Я думаю, вы без проблем найдёте, если хотите. Вот у нас на День ТВ это выходило несколько месяцев назад. Мы не будем вновь повторяться, иначе время-то ограничено. Ну что же, итак, согласно вашей точке зрения, эволюция человека продолжается. Совершенно верно. И она идёт в первую очередь по направлению эволюции мозга, что очень важно. И последняя часть. И не видно. И самое главное – не видно. Третий источник, как у классиков, третий источник – это то, что очень важно именно обращать внимание на питание. Вот питание влияет на мозг. Это колоссальная проблема, потому что, как вы понимаете, раз мы ссылаемся на предыдущую передачу, мы как раз изобрались, что основной прогресс научно-технический, технический, социальный был связан как раз с совершенствованием кулинарии и питания. Питание, в первую очередь, энергии для мозга, которое сказалось так много, что им можно было начать пользоваться. Ну, прежде чем я задам вопрос по корпорации, но неизбежно задаётся вопрос. А вот скажите, вот традиция вот этой вот аристократической кухни при королевских дворах, там всякие сверхизысканные сложнейшие блюда и так далее, это как-то повлияло на эволюцию? Или это не имело никакого значения? Это особого значения не имело, потому что, знаете, во времена Петра Первого, ну, Тюдоров и прочее, например, очень любили взбивать такие, делать торты, украшать, да, а зелёненького цвета не было. И поэтому использовали мочу юноши, значит, маленьких, думают, что, ну, это нормально, ну, и прочие всякие ущерения. То есть ядов там добавлялось полно. Кулинария придворная – это, как правило, голый абсолютный выпендрёж. Или, как среди этих наших друзей-обезьянек, доминантность. Там, да, были, конечно, изысканные кушанье, да, была возможность, из чего и кому готовить, плюс профессионалы, но глупостей там было, и всяких ядов добавлялось немыслимое количество. Даже, может быть, и хуже, чем у самой простой, бедной даже пищи. Да, конечно. Поэтому, ну, во-первых, это было хорошо, потому что всё-таки элиту надо менять регулярно. То есть и отравление пищевое – это хорошая вещь. Легко удавалось это делать. Не обязательно там травить дустом друг друга. Ну, а самое-то главное, что это было не преимущество часто, а часто было, наоборот, из-за вот этого дешёвого выпендрёжа поедание довольно токсической пищи и довольно в больших количествах. Там соль и ртути использовались, соль и меди, то есть… А обеззараживание вина при помощи ртути – это вот проблема? Ну, я уж не говорю про то, что добрые французы, чтобы абсент лучше забирал, как известно, художники-то у них, а абсент, как известно, это яд, в общем-то, потому что настойка – это экстракт, перегнанный настойки полыни, он разрушает нервные связи. Поэтому там смотрят на каких-то выдающихся импрессионистов, говорят, ох, как он видел свет. Понятно, почему он видел, да? Ну, он видел, но не надо пиваться абсентом до разрушения нервных связей. Некоторые у нас тоже художники были, будь здоров, которые тоже там видели всё необычно и очень красиво, а потом выясняют, что он сифилис не лечил и оправрубили, потому что ему нравилось это состояние. Ребята, ну, не надо на это равняться, это всё-таки патология. Добавляли ртуть в абсент, чтобы позабористи было. Ну, это добрые французы, в общем, у них был модный напиток. Поэтому художники, их можно было быстро продавать, потому что они умирали, это очень хорошо с точки зрения коммерции. Ну, историческую часть мы, наверное, завершим, перейдём к основной теме. Итак, вопрос такой. Вы замечаете доказательство того, или, наоборот, опровержение того, что корпорации крупные, контролируемые мировыми элитами, действительно направлено так обрабатывают продукты, или, может быть, что-то добавляют туда, чтобы влиять на физиологию человека именно в том аспекте, о котором мы говорим? Ну, конечно. Расскажите по подробности. Ну, конечно. Ну, бизнес есть бизнес. Например, если вы пьёте воду, то надо, чтобы вы её пили много. Слазенькая водичка, нет ничего дороже, чем продавать слазенькую водичку. Ну, нет бы, как раньше, Кока-Кола хороший напиток продавала, добавляла туда изначально, откуда название-то, кокаин. Ну, и народ во времена великой американской проблемой, сухого закона, пристрастился к этому делу. Но с того времени напиток сильно поменялся. И сейчас это такая жидкость, ну, вот, многокомпонентная, которая имеет очень малое отношение к исходному напитку, который, собственно говоря, и заявил признание. И дальше всё держится на рекламе и на содержимом. Причём ради того, чтобы зарабатывать, очень многие фирмы, например, пишут там ноль калорий. А как это? Да, вкус сладкий. Очень часто добавляются туда соединения, которые дают иллюзию сладкого вкуса, но попадают в организм и не могут утилизироваться. Почему? Здесь надо сделать такое кратенькое отступление, которое касается всей пищи и всей промышленного изготовления пищи. Связано с тем, что мы вообще по натуре все, в общем-то, леваки. В том смысле, что мы состоим из левых изомеров всех органических молекул. То есть, наши молекулы, кто в школе доучился до восьмого класса в сознании, в советской, сейчас, я думаю, что это бесполезно и в одиннадцатом, но вот маловероятно, что это знают. Молекула любая органическая сложная конструкция пространственная есть левозакрученная, а есть правозакрученная. И вот все органические, все организмы на этой планете, и мы в том числе, состоят из левозакрученных молекул. А результат химического синтеза, то есть, клуб юный химик, то есть, это тогда, когда делают вещества с помощью химического синтеза, сделать исключительно левозакрученные молекулы органические, очень сложно. То есть, потом ты получаешь на выходе после химического синтеза и левое, и правое, а потом тебе надо выделить левое. Это крайне сложно и крайне трудно. А с другой стороны, всем известно, что правые не захватываются организмом и не используются. А вот представьте себе гипотетическую модель о том, что вы хотите сделать, например, экстракт из боярышника, но не спиртовой, а сделать такой напиток. И вы в качестве рекламы говорите о том, что вот этот раствор боярышника, жиденький, вкусненький и сладенький, он имеет нулевую энергетику. То есть, там нету сахара. Ну, какая? Все же беспокоятся о подкожном жире, который накапливается у всех приматов со страшной скоростью. Значит, вы не поправитесь, если будете пить вот этот боярышник, раствор боярышника с нулевой калорийностью. И что туда добавляете? Ну, например, вы добавляете туда мальтозу, право закрученную. Она усваивается организмом? Нет. И любой биохимик скажет, что это все нормально, хорошо употребляете. Но на самом-то деле она в организм-то попадает, а вот дальше последствий очень много может быть. Дело в том, что я не говорю обязательно про мальтозу. Есть масса других сахаров синтетических, которые действительно создают сладкий вкус и иллюзию сладкого вкуса. Но организмом не усваивается, но очень мало исследований, скажем так, мягко, поскольку такие исследования не одобряются, как вы понимаете, относительно того, а что с этими молекулами происходит в организме человека. Простой пример, связанный со сладким. Сладкое-то мы любим. У нас же на кончике языка рецепторы к сладкому. Это главное, потому что сахар у нас идет... Энергетически ценный. Бесценный, потому что на сахаре работает наш мозг, уже упомянутый многократно, и наши мышцы. Без него клетки работать не будут. Поэтому любая... Я уже много раз об этом говорил, порция пищи превращается, в первую очередь, в сахар, а потом в алкоголь. То есть это внутренний процесс. Нравится нам это или не нравится. Так вот этот сахар, поскольку он настолько важен для пищи, поскольку именно на него чаще всего возникает пищевая зависимость, ну, первое, его засаживают всюду. Все конфетки, очень часто даже кислая и горькая еда на самом деле содержит огромное количество сахара. Потому что вы ее не распознаете как вкусовое явление, но вы с большим удовольствием, у вас возникает зависимость, поскольку организм получает огромный энергетический удар, каждый раз поедая вот это вот. То есть подкрепление, как у собаки Павлова. Поэтому вернемся к нашему напитку из шиповника или еще чем, боярышника в раствор, у которого вы добавляете вот такой сахар синтетический, право закрученный. Вы имеете право написать, что калорий ноль? Да, конечно. Прекрасный рекламный акт? Прекрасный. И все худеющиеся дистрофичные девушки тут же пойдут его покупать. На самом деле, когда он попадает в организм, и это плохо очень исследовано, и сейчас поймете почему, он может садиться, его могут распознавать клеточные рецепторы. Он не используется, но и в ответ, например, вырабатывать что-нибудь хорошее, например, инсулин. А если эта еще молекула долго болтается в организме и не выводится, то что делать будем? Инсулин вырабатывается, вырабатывается, он не бесконечен. То есть, иначе говоря, в тех странах, в которых такого типа напитки используются очень широко, рост сахарного диабета, первого и второго, типа идет по экспоненте. Это очень интересный момент. Человек уверен, что он сахар не ест, сладкое не ест, а у него диабет фактически, да? Нет, но есть масса причин, диабет не обязательно. Я понимаю, понимаю, понимаю. Это упрощение. Среди них есть вот такая тема, из-за того, что просто очень много скрытых сахаров. Это раз. То есть, нормальных сахаров, там, из свеклы сахарной, из тростника и там другие вещи. Но есть и химические синтезированные подсластители, их так называют, которые создают иллюзию сахарного вкуса, но при этом то, что происходит с организмом, в основном неизвестно. Несколько раз, значит, пытался получить на такие проекты средства, ну, то, чтобы разобраться. Но это же сделать очень несложно. Вы поймите, вот эти все кудрявые болтуны, которые с утра до ночи рассказывают нам там про вирусы, про метаболизм и прочее, они не понимают просто вообще, что говорят. На самом деле можно взять то же самое синтетическую, правозакрученную молекулу, сделать так, чтобы у нее там сидел радиоизотоп на одном конце, на другом другой. И потом проследить у животного, где он метаболизируется, где расщепляется, как идет. Все это элементарно. Это можно было сделать 40 лет назад. За какие деньги? Ну, за небольшие. То есть, я думаю, торговля куколой в течение двух часов в Америке вполне оправдает. Такие исследования. И сразу понять, с чего происходит. Есть такие исследования? Нет. И не будет. Предположение у вас есть? Предположение есть такое. Раз у нас есть статистика, которая лживая насквозь, но тем не менее. В странах, в которых нет таких напитков, там диабет падает. Но если нет природной, так сказать, склонности, ну, в связи с тем, как там, например, маури, они там поедают дикое количество сладких фруктов, там, где содержание 30-40% сахара. Ну, естественно, они будут высокие, тут уж ничего не сделаешь. А где примерно более-менее равная ситуация, то есть, и население, и пища различаются только вот этими дорогущими напитками. Это отдельная тема, цена этого всего. Там это растёт. Я думаю, что они оказываются в организме, медленно выводят, потому что некому их как следует разрезать, расщепить и вывести. И таких исследований, вменяемых, очень мало, которые бы были проведены в двух-трёх лабораториях и доказывали, что это абсолютно безвредно. Ну, там как, мышкам ввели, там покормили, ну, мышки не сдохли. Ну, ну, и хорошо. На самом деле, такой уровень исследования это только для втюхивания фармпрепаратов и разной еды. То есть, на самом деле, серьёзных проверок нет, и я думаю, в обозрим будущем не будет. Это раз. Второе, это экономическая составляющая, потому что, как только вы хотите заработать, вы что должны? Вы должны сделать привлекательным. Привлекательным можно сделать три вещи. Это связано с биологической нашей сущностью. Это доминантность, выпендрёшь, иначе говоря. Это женщины, то есть, репродуктивный успех. Ну, и самое главное, еда. Но зависимость от еды колоссальна. Мы должны есть каждый день. А раз так, зависимость от еды – это огромный бизнес. Поэтому, ну, тот же самый, вот вам, пожалуйста, классический пример из того же самого цикла сахаров, который проходит в клетках. Это так называемый цикл Крепса. Там в качестве побочного продукта вырабатывается глютамат, который позволяет испытать после еды райское наслаждение. То есть, вы поели, выпили рюмочку, поели мясо вкусного с салатиком. То есть, что значит это? Это значит, ваш организм сахара, который в первую очередь расщепил, все там использовал, насинтезировал молекул АТФ, это все очень хорошо. И в качестве побочного продукта вырабатывает глютамат, который, собственно говоря, позволяет вам насладиться этим. А этот глютамат опытные хозяйки добавляют в приправу, и вы получаете наслаждение до того, как пища всосалась. А фастфуд вообще пахнет этим, с позволения сказать. Там еще есть масса других добавок, более сложных, которые являются или предшественником, или продуктом распада некоторых соединений. Но к ним возникает зависимость. То есть, почему дети в детстве, покормив их фастфудом, потом они, как бедный шарик Барак Обама, значит, всю жизнь тянет туда. Фастфуд не то, что он такой вот дикий человек. Нет. Просто у него с детства выработана устойчивая зависимость к тем добавкам, которые являются краеугольным камнем зависимости мозга от фастфуда. Вот, это нормально. У всех так бывает. То есть, у всех животных так бывает. Хотя некоторые осуспособные животные, которые отдают себе отчет, что делают, они так не страдают. Ну, например, я вот, я недавно подобрал в ста километрах от Москвы бегающую собаку, голодную, такая похожая, значит, на баян, ну, если судить по ребрам. Ну, дворняжка такая, обычная, которая, которая отдал свои бутерброды, и, значит, она полезла в машину, ну, я, в общем, ее за ножки подсадил. Так вот, собака, которая ела хлеб, ела хлеб, причем ела с такой скоростью, с какой, которую только может запихнуть. Обычный хлеб, просто пустой без всего. Через четыре месяца, нормальный, ну, каша с мясом, обычной собачьей, да, я ей предложил, купил самые дорогие печенюшки для собак, ну, с целью иногда поощрить эту псину, даю, значит, в начале, когда она, значит, ела, а теперь она так нюхает и отходит. То есть, обладаемые хорошим обонянием многие из тех продуктов, которые мы видим, мы бы никогда в жизни не ели. Потому что, во-первых, кроме огромных корпораций, которые, ну, например, мы говорим, у нас там или детей, аллергия, так, а вы чем их кормите-то этих самых детей? Курятинкой промышленного производства? По другой-то нет, другая недоступна по финансовым причинам. А чем там, что делают, чтобы они, живя по 10 тысяч в гигантских курятниках, не болели? Чем их там накачивают антибиотики, препараты против различных заболеваний? Вы думаете, они не попадают в мясо? Попадают. Думаете, они выводятся? Нет, не выводятся. Даже если термическая обработка? Нет, ну, многие препараты очень устойчивые, очень хорошие, именно поэтому от них там погибают всякие микроорганизмы. Но это то же самое с мясом, то же самое с свининой. Я уж не говорю про всякие способы стимуляции. как в конце 19-го века и даже в начале 20-го свиней кормили разными веществами, которые перед самым забоем, которые вызывали активное разрушение капилляров, а потом на разрезке стейки получаются особенно красные. Ну, а то, что там ртуть, это ничего. Не так часто бедные англичане ели такие стейки, поэтому... То есть, вот вам, пожалуйста, пример. То есть, и такого очень много в пище. Ну, посмотрите, вон молодежь ходит, хрустит этими такими ломтиками, они почему-то называют это картошкой, прессованного крахмала с ароматизаторами. У нее цена не сильно отличается от красной рыбы. То есть, красная рыба замороженная в магазине, она стоит дешевле. Простите меня. И это ненормальная ситуация. Поэтому, что у нас происходит сейчас в нашей замечательной медицине или в американской еще более замечательной и уж совсем замечательной израильской огромное количество детей с желудочно-кишечными проблемами. Причем с какими, о которых дальше раньше и слыхом не слыхивали. Представить себе, что они материализовались из воздуха в результате влияния выхлопов из БМВ. Простите, это смешно. Заводы 19 века чадили так, в той же Англии, что там разговоры не идет. А вот еле немножко другое. И отсюда все проблемы. Проблемы с выращиванием растений, проблемы с генетически модифицированными продуктами, которые позволяют получать огромный прирост урожаев. И где-то это действительно оправдано, а где-то не очень. Вспомните, говорят мне, вот в Советском Союзе, мне очень часто говорят, там была пища. Ребятки, вы вспомните, пожалуйста, белково-витаминные комбинаты, которые были созданы в нашей стране для того, чтобы повысить количество белка, которого не хватало. То есть, вместо того, чтобы выращивать все, они решили делать белок из нефти. Кто это, широко известно. Поднимите эту историю, некоторые до сих пор живы, это особенно интересно. И они стали строить белково-витаминные комбинаты, где специальные микроорганизмы английские, Запад нам поможет, должны были превращать нефть в белок. Вот этот махровый идиотизм, который нам обещали поправить нашей молекулярной биологии и генетики, возник из того, что в Англии продукты отходов сельского хозяйства в то время с помощью этих генно-модифицированных дрожжей перерабатывали во что? Ну, в тот самый, как сейчас любят писать на упаковках, с добавлением животного жира. Ну, дрожжи – это животные, это точно не растения. Груны? Нет, нет, дрожжи – это отдельная группа, которая… Ну, грибы – это совершенно другое царство. А я думал грибы, это, кажется, все-таки не грибы. Нет, нет, грибы – это отдельный разговор, можно как-нибудь поговорить. Дрожжи генетически модифицированные, которые перерабатывали вот это вот продукты сельского хозяйства, там же невьё, остатки от растений, они забивали в бункера, засыпали эти дрожжи, они там аэрировались, и в результате они перерабатывали так, что оттуда можно извлекать липиды, то есть жир. Его там экстрагировали, и дальше мы покупаем несколько тысяч тонн этого жира, которым с удовольствием добавляем в хлеб, в масло, в конфеты, и во всё остальное, что связано с выпечкой и связано с маслом. То есть это не маргарин, это как бы, но это продукт генетически зеленых дрожжей, господа. Так а какие опасности, если они есть, вы можете назвать? Так эти дрожжи, это не естественная природа, их сделали в лаборатории. А какие последствия? А где эти исследования? То есть это просто пока вопрос. Так нет, мы закупаем тысячи метон, во всём мире это всё используется, где плоды просвещения, и где плоды научных исследований. Пока я их не вижу. А доказательства того, что это совершенно безвредно, ну, вы знаете, это можно легко сделать. Это одна страна. Так вот, использовали этих дрожжей, ну, решили их довести немножко. Ну, у нас же выдающиеся учёные в то время этим занимались. Они, кстати, многие процветают до сих пор. Что они их доведут до кондиции, и они из нефти уже теперь, не из каких-то там остатков жневья, а из нефти напрямую, значит, будут делать белки. Но кончилось это, конечно, катастрофой, потому что те парафины, которые откладывались даже в печени свиней, которых умудрились кормить этим так называемым белком, катастрофой. Это было катастрофой. И таких два, насколько я помню, белково-витаминных комбинат построен, но поскольку как бы уморить всё население в кратчайшие сроки таких планов не было в Советском Союзе, это всё было остановлено. Но не совсем. То есть, многие вещи из этих областей продолжаются. Нельзя сказать, что это применяется в пищу, но судьба этих белково-витаминных комбинатов требует отдельного рассмотрения. То же самое было во всём цивилизованном мире. Но только там использовали органические источники, и тогда это получали вот эти самые липиды в больших количествах. Я говорю, они поставляются во всю хлебную промышу всего мира. Как они действуют? Почему хлеб вызывает такое беспокойство, которое продаётся, а это один из основных продуктов питания? Где исследование влияния этого псевдо-масла? Это же не масло. Это, ещё раз говорю, продукт генетически модифицированных дрожжей, работы над всякой растительной остатков сельского хозяйства. То есть вот эти вещи не исследуются, не обсуждаются. Количество этих закупок колоссально. То есть все там эти фирмы, поставляющие, насколько я знаю, у нас из Франции, ещё откуда-то из Северной Европы и Швеции поставляют гигантскими бочками такими огромными. Возникает вопрос, так, ребята, а это разве не влияет на здоровье нации? Это не влияет на нашу эволюцию? Это не снижает пищевую ценность того, что вы съели? Я уж не говорю там про всякие типа норвежского лосося, выращенного неизвестно на чём, неизвестно как и прочее, прочее, которого можно, так сказать, проще есть, по-моему, липовую доску, по-пользе будет дольше грызть. То есть очень опасно, и этого этим всем занимались. В Советском Союзе была специальная служба, санитарно-эпидемиологические станции, которые должны были следить. Да, конечно, там были сплошные взяточники, негодяи и прочие-прочие, которые там пропускали бог знает что на рынках, магазинах и так далее. Но надзор всё-таки был. И этот надзор как таковой, он является ключом. Если вы не контролируете состав пищи, её источники происхождения, её влияние на граждан, то вы обрекаете население на страдания как минимум, а в худшем случае на вымирание. Почему у нас так развилась система неудачных беременностей? То есть, во-первых, сами беременности возникают реже намного, а во-вторых, не только из-за предохранения и контрацепции, а во-вторых, дети не совсем, скажем так, нормальные, потому что статистика говорит о том, что количество наследственных заболеваний, в первую очередь, про мозг, очень возросло во всём мире и у нас в стране тоже. А что радикального произошло? Медицина стала лучше, как бы питание, доступность питания в цивилизованном мире стала выше. Значит, что-то с самим питанием, ну, раз всё остальное, просто не чище, машины мягче, значит, работа более высокооплачиваемая. Что изменилось-то? Медицина лучше, а изменилось что-то, значит, в самом главном, в еде. То есть, эта еда сказывается и на репродуктивные процессы, и на всё остальное. Сергей Вячеславович, я хотел бы немножко заострить вопрос. Пока что вы говорите в основном, ну, скорее, о негативных последствиях для здоровья, но это не совсем эволюция всё-таки. Ну, как не совсем эволюция? Ну, косвенно, да. Это прямая эволюция, потому что, извините, если у вас разрушена печень, что вы можете сделать? У вас продолжительной жизни падает, репродуктивное здоровье снижается. Это индивидуальный, частный момент. А вот именно эволюция, когда появляются какие-то признаки в человеке, и потом они закрепляются, вот что я подразумеваю под эволюцией? Да, понятно. Признаки, которые закрепляются, просто так не бывает, чтобы признак появился, потом закрепился. Просто эволюция – это негативный процесс. И для того, чтобы, например, у нас появился новый признак, связанный с тем, что можно переваривать в огромных количествах какие-то соединения, которые раньше нам в пищу вообще не попадали, просто должны умереть все, кто этого не переносит. Эволюция – это негативный процесс. Но я хочу как раз и спросить, а вот этот момент вы видите, есть такой? А этот момент вы не можете проверить. Такого уровня исследования усопших не существует. То есть что нужно? Нужно поднимать все, исследовать досконально, а не просто искать конкретную причину смерти. Была бы задача, была бы политическая воля. Вот, например, не надо там в таких вещах глубоких копаться. Попроще просто политическая воля в контроле ввозимых пищевых добавок. Первого и второго уровня. Ну, то есть имеется в виду те, которые скрыты в пище потом, и нам ничего об этом не говорят. Если это проконтролировать, можно задать очень много вопросов очень многим чиновникам и очень специфических, потому что за какие деньги они вводят на рынок, то, что вызывает большие сомнения. Ну, классический пример недавний внешний скандал с пальмовым маслом. Ну, нельзя есть техническое пальмовое масло. Это вредно. Понимаете? Но есть, это не техническое. Это вопрос, какие фракции и для чего вы используете. Формально на бумажке все будет отлично. А практически тот, кто вез, должен посидеть три месяца на том, что он вез, и все. Автор на сцену, так сказать. И если он через три месяца не окажется на кладбище, иначе он у него крепкий человек. Сергей Силавович, в нашем эфире, о котором я вот говорил, ссылку на которую я озвучил, вы говорили о том, как питание повлияло на рост мозга в эволюционном плане. Было такое, да? Не на рост мозга, а энергетическое обеспечение, что позволяло сохраняться людям с большим мозгом и с большими возможностями его использования. Это да, но фактически этот признак, большой мозг, он закрепился и передается теперь по наследству. Вот, я про это говорю. Вот в этом направлении сейчас, как бы нам разговор построить, питание может также оказывать влияние на мозг уже сейчас? И если оказывает, опять может ли этот признак закрепиться новый? Я про это говорю, чтобы это была именно эволюция. Мы же так строили вопрос. Ну да, но дело в том, что эволюция это все-таки длинные события. Да, да. И тогда с помощью большого мозга решали неотложные биологические проблемы. Поэтому любое увеличение энергетического обмена спокойно приводило к тому, что выживаемость популяции, группы людей повышалась. Сейчас такой проблемы нет. Сейчас проблема совсем другая. Во-первых, населения очень много. И многие постоянно, и даже в том числе и наши чиновники, говорят о том, что, в общем, многовато будет. Особенно в США об этом часто говорят. Поэтому, так сказать, снижение численности населения это полезное дело с их точки зрения. Фирмы, занимающиеся пищей, снижают? Да, снижают. Что плохого? Это раз. Во-вторых, творческие люди, разумные, которые широко пользуют свой мозг, нужны? Нет. Как можно сделать так, чтобы человек минимально думал? Да очень просто. Человек начинает думать, когда у него проблемы с пищей, с тем, с тем, редчайший случай, когда он просто из здорового человеческого интереса начинает чем-то заниматься. Это редко бывает. Если человек накормлен выше крыши, если у него по минимуму все есть, он будет лежать, как обезьяна в зоопарке. Это широко известный прием во всем мире. Выдайте пособие, чтобы человек не шевелился, и он не будет шевелиться. И он будет отличным этим избирателем, аккуратным гражданином и прочее. Англия показывает. Несколько поколений людей, которые живут на пособиях, вообще никогда не работали. Это же известные вещи все, тривиальные. То есть, если вы обеспечиваете любому гоминиду, я вообще беру и людей, и обезьян вместе взятых, такой уровень жизни, чтобы он мог размножаться, постоянно есть, где-то жить и еще выпендриваться, иногда. Все. Вы лишаете его первой разумной инициативы, вы лишаете его желания думать, пользоваться головой. А если еще в избытке пищи будет огромное количество тех же сахаров, он энергетически обеспечен, мотивов, кроме репродуктивного и связанного с доминантностью, не будет. Поэтому пища это ключ к тому, чтобы стабилизировать население на очень низком интеллектуальном уровне. Я как раз спрашиваю, на ваш взгляд, вот есть ли признаки сознательной политики вот именно в этом направлении действовать? Не потому, что так сложилось из-за, ну, финансовой выгоды, ну, условно говоря, делаем дешевле пищу по себестоимости, получаем хорошую прибыль, ну, да, так вот добавляем такие добавки. А вот сознательно с политической точки зрения, давайте я огрублю, может быть, профанирую, но зато понятнее будет. Сидит условный некий мозг, мировое правительство, как ни назови, говорит, так, нам надо, чтобы активность общества упала. Что нужно? Вот как вы говорите, чтобы было много сахаров. Даю, нажимаю на кнопку, и это все, я огрубленно говорю, может быть, даже как-то карикатурно, но смысл такой. Корпорации, давайте, увеличивайте количество сахаров по этой причине. Не потому, что вам так будет больше денег, это само собой. А вот именно вот с этой точки, чтобы политика определяла экономику, вот в этом смысле. Такое, как вы думаете, может быть, и было ли, или будет ли? Сделать это можно, заказчиков пока нет. А, заказчиков все-таки нет. Так и делают, да? Нет, это биологически. Вы поймите, что если вы думаете, что где-то есть наверху какие-то высокие интеллектуалы, я вас уверяю, что нет. Искать секретного правительства, об этом многократно писал и говорил, секретного заговора мирового, там, как день. Это чушь собачья. Почему? Потому что за нас работают биологические механизмы. И если нет никакой серьезного мотива, то есть биологического, то все будет идти ровно, как вы говорите. То есть мы сами себя будем... Не требуется политический заказ. Не требуется политический. Другой, если был политический заказ, ну, я бы просто пошел туда работать сразу, потому что это уже интересно. Это наконец-то хоть что-то будет контролироваться разумно. Понимаете? А, ну, этого нету и в помине. Какое мировое правительство? Ну, это идиотизм на идиотизме. Потому что когда смотришь на это, на то, что происходит, и видишь, как одна глупость рождает другую, ты понимаешь, что генерального плана уничтожения человечества, инактивации политических процессов, что были тихие, понурые, с бутербродом во рту. Почему нет, на самом-то деле? Ну, потому что надо уметь понимать, что происходит с людьми. Вы-то понимаете, правильно? Я не востребован, и, может быть, слава богу. Почему? Потому что специалисты, которые пытаются управлять социальными процессами, они исходят в основном из политологических или исторических подходов. Но проблема заключается в том, что это бесполезный подход. В истории мы находим массу аналогов, но сейчас совершенно другая система. Мозг работает по-другому. И нужно, если вы хотите, так сказать, забежать вперед паровозы и управлять населением, то нужно учитывать то, что будет завтра в технологическом, пищевом, в социальном плане. А не пользоваться протухшими в 30-е годы подходами, которые я вижу на каждом шагу. Это смешно даже обсуждать. Но с пищей – это один из важнейших инструментов. Важнейших. И я считаю, что работа в этом направлении ведется, но только она ведется естественно-биологическими принципами. То есть, исходя из прибыли... Я понимаю. Исходя из всяких глупостей XIX века. А должна вестись, если уж так говорить про мировой закулись, если бы оно было, хоть бы оно было бы, это было бы, может, получше. То, конечно, нужно заниматься этим разумно, потому что есть масса ходов блестящих, которые позволяют изменять и настроение, и интересы, и, скажем так, направление движения капитала. А вы думаете, этого не происходит? А по-моему, очень даже. Ну, то, что я вижу... Ну, приведу вам пример. Значит, вот вы думаете, что все происходит. Несколько лет назад фирма Кока-Кола решила, что она сто лет... Ну, это вы рассказывали. Ну, они отменили и через полгода чуть не разорились. Ну, хоть есть хоть одна извилина у сегодняшних владельцев фирмы, я думаю, что нет. И так за что не возьмись. И таких нелепостей и глупостей... Ну, быть может, они не входят в мировое правительство. Вы знаете, мирового правительства, если бы оно было, можно было бы просто тут же ему поставить памятник большой. Потому что нелепости, которые следуют в тех же странах, которые как бы наполнены такими предполагаемыми, секретными управленцами, это одна глупость хуже другой. Ещё можете провести пример какой-то... Глобальный? Поддержку вашей идеи. А, того, что мирового такого закулись, который целенаправленно меняет... Что-либо. ...что-либо. Нет. Ну, по массе причин. Там те же самые препараты, тот же самый... То же самое лечение с помощью препаратов. То есть, если бы было какое-то закулисье, это бы всё было бы интегрировано. И такой нелепости, как с тем же коронавирусом, конечно бы не было. Там нелепость на нелепости, глупость на глупости. И причём они публично все, так сказать, оформляются людьми очень известными. Но такого бы безобразия не было. И так за что ни возьмитесь. Масса событий, которые происходят в медийном мире, люди обсуждают неделями и месяцами. На самом деле, при минимальной сообразительности из этого можно было бы извлекать прибыль. Понимаете? Прибыль. Или уж на худой конец систему управления бы менять. Но это всё проходит как модус говоренди. Ну, какой закулись? Ну, представьте себе, что в закулисье такие дураки сидят. Я не могу. Я тоже. Быстрее всего там никого из закулисья нет. Либо, быть может, злонамеренность мы видим. Нет, нет. Никакой злонамеренность. Это биологические процессы. Всё закулисье современного человечества – это на самом деле непонимание биологических процессов эволюции головного мозга и гоминид в целом. Мы просто живём по биологическим законам, продолжаем по ним жить. Мы делаем вид, что у нас там какие-то законы. Мы делаем вид к этой справедливости. Как только касается тебя, ты понимаешь, что справедливости в помине нет никакой. Как только касается тебя, поясняется, что там честности нет никакой. Все пытаются обмануть тебя кругом и рядом. И официальные лица, и неофициальные. Это постоянно. Там все говорят налоги. Не налоговые поборы такие же. Растут непрерывно. То есть, понимаете, если была бы хоть одна извилина, если бы был хоть чуть-чуть мозг, то самоубийство – это не самый лучший способ поведения для закулисья. Потому что, если всё пойдёт так, как сейчас происходит, то, конечно, это самоубийство. Вот это страшно. И пища в этом цикле играет огромную роль. Потому что, если инноват, представь себе, найдётся какой-нибудь богатый человек. Очень богатый человек. Ну, так, чтобы его хотя бы сразу не убили. Способность защититься. И он возьмёт, ну, не такому, как я, но здесь квалифицированные люди, кроме меня, биохимики, молекулярные биологи, генетики, настоящие. Они те, которые там 10 лет назад бегали и рассказывали, как всё человечество произошло от одной протеевы, а теперь дают совет о том, как против ковида делать препараты. Это курам на смех. Не такие, а настоящие. Те, кто просто работает за деньги молча. Вот нанять таких людей и заняться вот так последнее. Вот у нас есть белки приходят в страну. Вот производятся. Давайте проведём анализ белков. Что они из себя представляют? Откуда поставляются? Что в их составе? Какие это молекулы? С чем они сцеплены? Дальше у нас есть жиры. Давайте жиры. Просмотрим, откуда берётся. Берём батон хлеба, начинаем анализировать, чего там в него попало. Анализируем. То же самое. Углеводы. Смотрим, а почему в этой дыне количество селитры в тысячу раз превышает ПДК? Вот, например, у меня очень хорошее обоняние на селитру в силу разных обстоятельств. Я подхожу просто, мне даже не надо арбуз разрезать. Пахнет весь ларёк селитрой. Мечта огородника. И вот, значит, торгуют там. Некоторые, я даже видел на Ярославском шоссе прекрасную картину, когда, значит, навалены арбузы, разрезанные, а для того, чтобы привлекать проезжающих автолюбителей, арбуз покрашен краской. Вот ломоть ещё красной краской. Вот примерно такая пища. Проанализировать белки, жиры, углеводы. Кроме этого, в состав пищи ещё у нас же хронически не хватает микроэлементов разных. У нас в институте, например, был такой выдающийся и анатом, и патологоанатом Александр Павлович Авцин. Кстати, главный патологоанатом, по-моему, Первого Белорусского фронта был ещё в арим войны, который основал наш институт. Он занимался микроэлементозами и микроэлементами в пище. Они тоже являются лимитирующими. Их огромное количество. Давайте проанализируем нашу пищу. У нас институтов, питание есть. Роспотребнадзор есть? Есть. Где лаборатория? Где эти исследования? Почему вот эта проблема, связанная с питанием населения, обнулена? И контроль за этим. Это надо всё исследовать. Швейцарцы в своё время ввели огромное количество в своих этих вонючих лавках по пять видов ананасов. Почему? Потому что у населения, живущего в горной территории, не хватало ряд микроэлементов. Там тяжёлые, в том числе, неврологические патологии возникали. Десятки лет. Они решили эту проблему питанием. Просто открываешь лавку в любой деревне, где торгуешь пищей, всё, у тебя должно быть четыре вида ананасов. И хоть ты лопни. И всё сразу стало нормально. И вот эти патологии, которые Швейцарию мучили столетиями, исчезли. У нас всё это было налажено, всё это было сделано, и сейчас превратилось просто в мелкотравчатый карманный бизнес. То есть давайте вот это восстановим и решим эту глобальную национальную проблему. потому что все эти разговоры о том, что мы будем контролировать фармпрепараты, а в своё время, в 90-е годы подписали законы, я не знаю, как он действует, не действует, о том, что сертифицированные Food and Drug Administration в Америке препараты можно у нас здесь продавать без всякого контроля. Это с какой-то пьяной лавочки началось. Надо всё это исследовать. Для этого есть и мощность, и всё. А у нас на науку денег не дают и такие исследования не заказывают. Потом говорят, а почему у нас там такие проблемы? Вот проблемы. То есть это всё решаемо. Технологии есть. Люди есть. Нет политической воли. Нет желания. Будет политическая воля, во всем этом можно разобраться и решить проблему питания. Потому что действительно поставки пищи Запада, особенно в 90-е годы, я не исключаю того, что там были препараты добавлены, не те, которые бы мы хотели иметь в своём организме. Сознательно? И не для прибыли. Я думаю, что не совсем сознательно, в том смысле просто, что сплавляли сюда то, что подешевле, и то, что производится там самым низким способом. Но и сознательного не исключаю. А почему провал-то связанный с репродуктивными вещами и со здоровьем? А вы говорите мирового правительства. Нет, ну почему? Почему бы не нажиться на стране, которая находится в тяжёлом состоянии? В ваших словах промикнула мысль не только про нажиться. Насколько я понял. Вот чтобы дать такие заявления, с моей точки зрения, надо проводить специальные расследования. Сергей Вячеславович, мы же с самого начала сказали, мы никого не обвиняем, мы ничего не утверждаем. Это версия. Это было с самого начала сказано. Безусловно, безусловно. Кому мы можем обвинить, это было бы незаконно даже, не имея доказательств, и клеветой это было бы. Поэтому я и говорю, что это просто вопрос. В патоанатомии биопсийная вырезка хранится много десятков лет. Подписи, которые стояли на ввозных документах всех этих замечательных и медицинских препаратов, и пищевых, они хорошо известны. Люди, которые на этом погрелись, тоже хорошо известны. Можно извлечь хранящие себя оптаты и провести исследование. Только я сомневаюсь, что мы эти результаты когда-нибудь увидим. Ну и что же. Сергей Вячеславович, спасибо за обстоятельный разговор. Мы ждем вас снова в студии. Мы продолжим наш цикл передач с вами, безусловно. Уважаемые зрители, я эфир завершаю. В студии были профессор Сергей Вячеславович Савельев и я, Деонис Коптарь, ведущий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!